Министерство экономики Республики Татарстан совместно с Фабрикой предпринимательства, Казанским федеральным университетом, при участии студенческого телеканала «Универсмотри» презентуют новый реалити-шоу-проект «Фабрика предпринимательства». 10 команд на протяжении 90 дней будут создавать и развивать свой бизнес-проект. Главный приз победителям – 1 миллион рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире девятый выпуск реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» и я, ее ведущий, Григорий Важов. Команды вот уже на протяжении 9 недель ведут борьбу за главный приз реалити-шоу – 1 миллион рублей. Кому достанется приз? Какая команда станет победителем реалити-шоу? Ответы на эти вопросы пока остаются открытыми. Перед тем, как команды начнут свой отчет-презентации, я напомню, как развивались события на реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Итак, из 859 человек, пришедших на отборочные туры реалити-шоу «Фабрика предпринимательства», осталось 135 человек, которые образовали 27 команд. Из 27 команд после нескольких этапов отбора осталось 10 команд по 5 человек в каждой. Именно 10 команд вступили в борьбу за главный приз в 1 миллион рублей. Команды обрели своих наставников, а наставники – свои команды. Команда «Ход конем» выбыла из проекта, а вместо нее команда «Рест консул» продолжила борьбу за главный приз. Одним из главных событий в реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» был уход одного из наставников. Из-за споров между наставниками и экспертами Артем Захаров покинул зал. Было под вопросом дальнейшее участие его на «Фабрике предпринимательства» как в качестве наставника команды «Шарк», так и члена жюри. Но через неделю Артем Захаров в прекрасном расположении духа пришел на «Фабрику предпринимательства» и продолжил свою работу. Майка лидера переходила от одной команды к другой. Бюджет команды изо дня в день пополнялся кровно заработанными деньгами, а опытные наставники помогали своим командам найти, как говорится, золотую жилу в бескрайних просторах бизнеса. Такова была фабула прошедших выпусков реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Ну а мы продолжаем двигаться вперед! Пожалуй, одним из главных событий недели был поход команд на предприятие одного из наставников «Фабрики предпринимательства» Айрата Баширова. Всегда можно найти новые возможности, особенно так называемый кризис, этих возможностей становится еще больше. Если человек предприниматель, он должен разыскать для себя вот эти самые окна, вот эти самые возможности и уже начинать делать бизнес. Айрат Баширов провел экскурсию по своему предприятию и дал мастер-класс для команд. Команды узнали много интересного и обрели бесценные знания и опыт ведения бизнеса. Он 20 лет назад, так же как вы, начинал свой путь. Начинал он его с малого бизнеса и 20 лет ему хватило для того, чтобы превратить свое хобби и увлечение в большой серьезный бизнес. Поэтому нет ничего невозможного. Если это смог сделать Айрат Робертович Баширов, то это сможете сделать и вы. Ну а мы идем дальше. Сегодня команды представили домашние задания, а именно команды должны были выявить самую большую проблему и самое большое возражение при работе с клиентами, выявить самое узкое место в скрипте продаж и все результаты вложить в традиционную еженедельную презентацию отчетов. Еще раз хотелось бы отметить возросший уровень презентации команд и по нашей традиции наиболее лучший из них мы представляем вашу внимание. Давайте посмотрим. Команда Золотая Орда! С нами к победе Алга! Ну вот, если сейчас перейдем на презентацию, то здесь уже видели мы основную нашу проблему. Вот это выезд к заказчику. На следующих слайдах наш Инстаграм, сколько у нас подписчиков на сегодняшний день. Основная проблема у нас, мы выявили то, что Яндекс.Директ у нас работал не очень-таки эффективно. Мы очень много затрачивались, на сегодняшний день у нас уже минус почти 9 тысяч, и мы выявили проблему, посмотрели очень хорошее видео от БМа и реальный маркетинг. После этого выявили основные направления. К понедельнику верим, что у нас уже будет как минимум 10 ключевых запросов, и по ним уже у нас и будет, верим, что и затрат меньше, и результат больше. И основная проблема по скриптам продаж, это то, что мы выезжаем, но не можем заключить еще договор на выполнение самой работы. И верим, что уже на следующем деле уже придем к заключенным договорам. Вот подписали договорный эскиз, видите на этом слайде, а на следующем слайде у нас воронка. Вот. Своё наставничество я оцениваю за эту неделю не очень хорошо, потому что период разгонки у нас уже прошел, то есть нам уже все нужно заключать новые договора, и никак нельзя концентрироваться на этом одном золотом заказе, который там может будет, может нет, поэтому мы сделали упор на директ, и у нас должно быть таких клиентов 50, на миллион там, на два, и тогда мы победим. Прошу поставить ваши оценки. Первые тройки сегодняшней субботы, 3, 5, 3, 3. Спасибо огромное, спасибо, дайте поблагодарим команду «Золотая Орда». Рискованный проект в связи с низкими уровнями компетенции и очень высокими чеками, есть надежда у наставников, что хотя бы один договор, но он реализуется. Также согласен я с мнением Рафаэля, что им стоит себя попробовать в более мягких чеках и в простых работах, где низкой квалификации будет достаточно, чтобы их осуществить. Мы команда 4 плюс 1. Мы железно победим! Отчет за неделю. Сейчас по факту выполняется заказ на 140 метров. Договор был заключен на той неделе. Заключено также два договора уже на этой неделе на установку заборов 60 метров и 37 метров. Заказ на 37 метров уже выполнен, деньги получены. Следующий слайд, пожалуйста. Соответственно, вот заборный, 60-метровый забор на начальной стадии. Дальше. Забор на 37 метров выполнен. Дальше. И, соответственно, чистая прибыль с забором на 37 метров. 14 тысяч. То есть по факту, по договорам, по оборотке, что у нас получается? Забор на 140 метров, оборот 180 тысяч 500 рублей. Из них мы чистим, получим по окончанию работы 33 тысячи. Забор 60 метров, мы получим 72 тысячи оборотка, чистим, получим по окончанию 12 500. И забор на 30 метров уже выполнен. Оборот 51 с половиной, чистыми уже получили 4500. Итого 304 тысячи оборот. И чистыми мы получим по окончанию всех трех объектов 60 тысяч. Из 60 тысяч уже получили 14 500. Ну что ж, давайте поблагодарим команду 4 плюс 1 за выступление. Нашего жюри, наших экспертов, я прошу посмотреть в таблиточку. Давайте я для всех озвучу результаты команды 4 плюс 1. Ребята, ну, с учетом того, что на этой неделе они заявили выручку 304 тысячи, когда по факту это намного ниже, но договора, тем не менее, заключены. 555 тысяч 600 рублей. Друзья, дайте поаплодируем. Вот такой вот у них результат по обороту. И чистая прибыль составляет 62 тысячи 400 рублей. Это без учета удачно выполненных заданий. Команда 4 плюс 1 ни разу не побеждала на неделе в том или ином задании и ни разу не была от сайдер. 5-4, 4-5. Спасибо огромное. Поблагодарим команду 4 плюс 1 за выступление. Спасибо. Видно, что у ребят слаженная команда, у них есть полное согласие и они уверенно движутся к цели. Я бы назвал их одним из главных претендентов на победу в данном нашем соревновании. Рест-консул. Расширяй границы. Было совершено 150 звонков на этой неделе. Это было всего 3 дня. То есть 3 дня мы посвятили наши воронки. Из них было отправлено коммерческие предложения. Мы уже в последнее время не отправляем, их никто не просит. У нас акцент идет на мастер-классы. Было назначено 5 встреч. Из них проведено было 4 мастер-класса и одна была встреча. Кстати, мы заключили первый договор с рестораном непосредственно на обучение персонала по нашей сфере. 4 мастер-классы провели. Один договор, следующая воронка. Следующая. Вот. И по заданию от Андрея Курамшина. Так, самый узкий момент получается в нашей встрече в диалоге с потребителем. То, что нету имени, нету кейсов. Нас слушают. Ну, раньше не было такого понимания, допустим, нашего продукта, что мы не могли это все сформулировать и донести до человека, чем мы занимаемся, как можем помочь. Благодаря мастер-классам мы свою компетенцию повысили в этом. И уже на встречах свободно доносим человеку, что мы можем сделать, как это приведет, к какому результату. И вот как раз-таки одна встреча была из пяти назначенных закрыта на договор без мастер-класса. То есть все на встрече тут же рассказали, объяснили друг другу, поняли, заключили договор. Вот так. Ну, это не доверие, да, потому что, то есть, нас не знают, у нас нет пока имени. Как только наработает с ними, будут кейсы, все будет совершенно по-другому. Следующий. Итоги за неделю 150 звонков, 5 встреч, один договор, сумма 20 тысяч рублей. Мы получили предоплату 10 тысяч рублей. Еще 4 мастер-класса назначены на будущую неделю, с понедельника по четверг. В общем, заработано за эту неделю 28 тысяч рублей. Давайте поблагодарим команду, Рест-консул, и выставим оценки на основе их презентации, на основе их проделанной работы за неделю. Единодушие все, эксперты, 5 баллов. Спасибо огромное. Спасибо команде Рест-консул. Ребята молодцы. У них есть самое главное понимание, это глубокие компетенции в том, что они делают. Они это доказали уже на практике, на нескольких мероприятиях. Они заключили договор, получили деньги и выбрали очень интересную модель поиска клиента через бесплатные мастер-классы. Команда А всегда первые. Ну что ж, всем добрый день. Мы, да, та компания, которая строит квест. Начнем сначала задание, которое нам дал Андрей Курамшин. Ну, основная проблема с нашими клиентами это квест еще не открыт, поэтому люди боятся. Много квестов планируется открывать, многие анонсируются, но при этом люди боятся как бы платить за то, чего еще нет. Основная проблема заключается в этом. Но мы еще не запустили, так скажем, предпродажи, собираем пока только заявки, поэтому эта проблема касается таким косвенным образом. Вот. Что далее? На этой неделе мы работали над брендингом, то есть мы сделали себе логотип, сделали такой лозунг небольшой, напечатали сертификаты, работали над контентом группы, сейчас у нас реклама идет, то есть мы привлекаем посетителей с контакта, с директа, с таргетированной рекламой, плюс размещаемся в казанских пабликах, в группах. Вот. Получаем заявки за неделю около 15 заявок мы получили. Что далее? Это контент, который мы тоже делаем, то есть мы пытаемся разработать материал, подавать таким образом, чтобы он был интересен читателям, чтобы на нас подписывались, им реально было интересно. То есть перевести коммерческую группу не просто в коммерческую, не просто в продажи, а чтобы люди подписывались, участвовали в обсуждениях, и в принципе мы сейчас этого добиваемся. Единственное, мы с проблемой столкнулись, как и команда FiveEnders на прошлой неделе, нам забанили аккаунт в Инстаграме, то есть неплохо там уже было подписано народу, но его забанили без возможности восстановления. Сейчас мы и без объяснения в принципе причин, просто не соответствует правилам сайта, поэтому сейчас создаем новый и снова нужно его раскручивать. Ну и далее самое интересное постройки. Да, постройке хотелось бы упомянуть несколько моментов. Первое, то, что мы значительно увеличили количество рабочих на площадке, то есть если на прошлой неделе у нас работала бригада из трех человек, то на этой неделе у нас работало две бригады отделочников, это 3,2 человека, также работала бригада электриков, составит двух человек, и инженер. За счет этого мы смогли значительно ускорить работу, то есть было установлено уже видеонаблюдение, аудиоаппаратура, какие-то элементы уже ловушки для квеста, вот, спецэффекты, и были возведены все стены, в принципе, заканчивается покраска. Вот, что хотелось упомянуть также, это то, что нам очень повезло с бригадами, они так довольно-таки увлеченно отнеслись к этой работе, им тоже нравится тема квестов, и они всячески нам помогают в том плане, что, по-моему, где-то, допустим, предлагают какие-то усовершенствования для наших ловушек, где-то оптимизируют работу, где-то, там, предлагают варианты, допустим, покраски, оттенков, ну, им это интересно, работа нравится, за счет этого, в принципе, сам квест получается довольно-таки качественным. Команда А, наставника Артема Когданина, нашла оригинальный способ пригласить на первый свой квест с живыми актерами наставников и вручила вот такие именно пригласительные билеты. Конечно, все это на фоне нулевых доходов команды А выглядит весьма интересно, но зато весьма прагматично. Все наставники выставили команде А самые высокие оценки. Само собой, меня, как девушку, мне очень-очень понравилось это все оформление, это все и с моей стороны они завоевали такую небольшую лояльность. В целом, команда очень сильная и тем больше, так скажем, таких фишек-фишек-фишек они будут делать по формированию к себе лояльности, тем более успешнее будет команда и более успешнее будет проект. Хотелось бы напомнить, дорогие друзья, что по правилам реалити-шоу Фабрика Предпринимательства лишь та команда, которая заработает своим бизнес-проектом больше всего денег и получит главный приз 1 миллион рублей. Ну а мы продолжаем. Мы коллектив начинающих предпринимателей КНП. Время, деньги! Да, на этой неделе 25 числа, в четверг мы провели мероприятие совместно, как уже было известно, с командой Shark. Мы в музее игровых автоматов проводили турнир сразу по нескольким играм. Вот, и естественно, мы делали презентацию, то, что мы открываем свою собственную бета-версию кафе. Вот, так получилось, что мы проводили игры по пяти дисциплинам. Dota 2, Counter-Strike, FIFA 2015, Лига Легенд и Mortal Kombat. Вот, мы закончили всего лишь три турнира. Почему? Потому что пришло большое количество людей и мы просто-напросто с таким потоком не смогли справиться за один день. Мы до полдвенадцатого ночи играли, перенесли Dota 2 и Counter-Strike в онлайн. То есть ребята продолжали играть уже, будучи дома, сидеть. И то по Dota 2 не доиграли до финала, и Counter-Strike и Dota 2 мы перенесли финал уже непосредственно в наше будущее кафе. То есть мы проведем торжественный финал, лан-финал по этим дисциплинам уже у себя. Проблема в том, что пока они играли, они мало ели. Вот. И такой бы маленький наш косяк пробел, да, в том, что мы... Перерывы на обед не сделали. Да не то, что перерывы, мы не продумали тот момент, как мы будем провоцировать людей на еду и на напитки. То есть мы даже, например, будучи заняты, мы просто были очень удивлены такому количеству людей и не были готовы их правильно обслужить, да. Что у нас в скриптах? Ну, в скриптах по сути ничего, потому что в основном идет переписка через контакт, основные возражения. Ну, у меня экзамен, у меня нет с собой ноутбука, нет времени. Но это стандартные возражения, с которыми уже учат и продажников в любой компании работать. У нас уже есть опыт и вот эти возражения уже как-то мы пытаемся решить. И вот, например, была компания из нескольких людей, у которых в пятницу, получается, в 9 утра был экзамен, но их мы все равно как-то вытащили на развлекушке. Не сдали. Не знаем. Ну что ж, друзья, давайте поглагодарим команду за выступление и перейдем к оценке. Одна пятерка у вас есть, давайте посмотрим, какие оценки поставят остальные эксперты. 4-5-4-5. Замечательно, друзья, 4-5-4-5. Поздравляю. Спасибо. Спасибо вам за выступление, спасибо за презентацию. Плюс им в актив, то, что они смогли на переговоры привлечь команду «Шарки», которая подтвердила высокую свою компетенцию и смогла добиться лучших условий для совместной их работы на новой площадке. Команда «Five Energy» мы делаем деньги. Сразу по заданию. Какая у нас проблема? При обслуживании клиента не все понимают, за что они платят. То есть, я вот недавно был в кафе, где я тоже видел, продают кубинский сэндвич. Я заплатил 209 рублей, но он даже рядом не стоит с нашим. То есть, люди, наверное, в подсознании где-то заложено, что сэндвич это какая-то маленькая булка и там небольшой слой еды. Начинки. Начинки, да. Но у нас это совсем другое, и вот поэтому не все еще понимают до конца, когда ходят. Нам приходится показывать, доказывать, рассказывать, убеждать. И вот поэтому мы теряем много клиентов, потому что не все готовы слушать это все. На этой неделе почему у нас такая маленькая выручка? Я считаю, что она маленькая действительно. потому что с выходных вот с тех, ну, у меня просто диплом, я немножко такая отмазка небольшая, и приходится очень много работы делать, и поэтому я не совсем успеваю везде пока присутствовать. Также у нас на этой неделе немножко поплохело нашему шеф-повару, и опять мы пропустили несколько дней. Это вот небольшой опять от проблемы наша, то есть у нас сильно завязано все, на шеф-поваре тоже. Если с ним что-то не так, то и мы сильно теряем. Хочется сказать, отметить то, что мы хорошо раскрутили группу ВКонтакте, буквально за неделю у нас целевая аудитория там порядка на 600-700 человек выросла, и что очень круто, уже с ВКонтакте нас уже сами находят организаторы каких-то мероприятий, вот буквально два дня назад нас позвали Garage Sale, было такое мероприятие в резиденции штаб, где уже мы никаких усилий не приняли, нас нашли ВКонтакте, пригласили, а также из положительных новостей наша тележка хорошая приносит деньги, то есть вот эта выручка буквально составила за два дня у нас, поэтому мы думаем уже заказывать вторую, сейчас вот совместно с командой Shark, они разрабатывают нам бренд, то есть мы хотим, чтобы это итальянский был уже, ну не итальянский, то есть стиль, чтобы у нас уже какой-то общий появился, чтобы мы, а то на одном мероприятии у нас одна, логотип на другом другой, и у нас пока может немножко путаются люди, думают, что это две разные организации. Перейдем к оценке команды Five Energy, прошу выставить оценки на основе презентации, на основе полученной информации. 4, 4, 4, 3, вот такая оценка от наших экспертов. Спасибо огромное. Five Energy у них появилось такое небольшое головокружение от успехов, поэтому мы их поругали, потому что они на фоне всех остальных вроде хорошо смотрятся, но работают там, я не знаю, на 40, на 50, может быть, процентов от того, что они могут. Но сегодня наставники правильно сказали, что они не дорабатывают и что мощность их работы может быть намного выше. Я вспоминаю слова их наставника Марата, который говорил о, и Айдаре Смагелу, которые говорили о мощности, которые существуют в бизнесе. в настоящий момент на этой неделе можно сказать, что она была минимальной мощностью. Команда All in All победить пришел! Как уже сказали, предоставляем фотоуслуги, сейчас тестируем точку в зоопарке. Изначально, как вот первую неделю, достаточно шло все с переменным успехом. Самое большое возражение от клиентов было это то, что дорого, не хотим фотографировать, у нас есть свой фотоаппарат. Мы начали менять принцип работы, то есть поставили фотографа непосредственно у входа, он фотографировал всех гостей подряд. Пока люди совершали прогулку по зоопарку, мы быстро редактировали, там, ну, фотошопили, делали магниты, и на выходе, ну, то есть люди видели свое фото. Заготовили свое фото и, соответственно, хотели его приобрести. Ну, это значительно повысило продажи. Также многие уже начали сами просить устроить фотосессию, и, в принципе, работа пошла. И для наглядности, допустим, на прошлой неделе, в субботу, сделали всего 4 тысячи. Это с учетом того, что был большой поток людей, и уже вчера народу в разы было меньше в зоопарке, но заработали 6700. Продолжали по Инстаграму работу с машинками, но откликов нет, соответственно, подтверждает, что... Но число подписчиков растет. Да. 1032-1680. Ну, подтверждает, что направление не то. От него отказываемся. И это было на вчерашний, на момент составления презентации была вот эта сумма и плюс еще 6700. За ночь деньги размножились. Да. Все, давайте поблагодарим команду All in All. Наконец-то прорвало ребят. Есть уже первая выручка и первая прибыль. Прошу оценить презентацию и оценить результаты их деятельности за неделю. Ничего себе, все судьи 5 баллов. Давайте поблагодарим. Что ж, подведем итоги. Лучшей на этой неделе стала команда All in All, наставника Артура Николаева, за что они получают плюс 20 тысяч рублей к итоговой выручке за время проекта. Самое последнее место заняли сразу две команды. Команда Носорок наставника Ларисы Парфеновой и команда Амбицентр наставника Айдара Исмогилова. Из итоговой выручки команд будет вычтено по 10 тысяч рублей с каждой. Команда Носорок наставника Ларисы Парфеновой уже в третий раз за время проекта занимает последнее место. Как и команда Амбицентр не впервые становится аутсайдером неделе. Осталось совсем немного до окончания проекта реалити-шоу «Фабрика предпринимательства», и некоторые команды уже сейчас имеют хорошие показатели, что наглядно видно на таблице доходов команд. Изменится ли лидерный реалити-шоу «Фабрика предпринимательства»? Увидим совсем скоро. Ну а сейчас озвучим очередное домашнее задание. Принести маркетинг-кит в распечатанном виде на плотной цветной бумаге и по традиции все результаты вложить в еженедельную презентацию отчет. Небольшая справка. Маркетинг-кит. Комплект маркетинговых материалов, которые продают не просто товар или услугу, а историю компании. Маркетинг-кит способ продемонстрировать потенциальным покупателям, клиентам, партнерам, поставщикам, в чем заключается отличие компании от конкурентов. Обычно он используется в качестве презентации, его демонстрируют во время встреч, рассылают потенциальным клиентам, партнерам или поставщикам. Ну что ж, дорогие друзья, продолжайте болеть и переживать за наши команды. Ведь мы уже перевалили за экватор и финал уже виден на горизонте. Изменится ли расстановка команд и повлияют на это наши наставники? Узнаем совсем скоро. Это реалити-шоу Фабрика предпринимательства Министерство экономики Республики Татарстан совместно с Фабрикой предпринимательства Казанским федеральным университетом при участии студенческого телеканала «Универсмотри» презентуют новый реалити-шоу-проект Фабрика предпринимательства 10 команд на протяжении 90 дней будут создавать и развивать свой бизнес-проект. Главный приз победителям – 1 миллион рублей.